И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Распятие Христа, Господа нашего, и Собор Архангела Гавриила – это новое утешительное сочетание. Архангел Гавриил предвозвещает о рождении Иоанна Предтечи. Архангел Гавриил благовествует Пресвятой Деве, что он же, вероятно, возвещает и радость о рождении Спасителя. Никто другой и женам возвестил о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, Гавриил – это архангел всякой радости, провозвестник и приноситель всякой благой вести. Распятие же Христово – это радость и отрада всех грешников. Помним с вами, дорогие братья и сестры, что грешнику, пришедшему в чувство своей греховности и всеправедной правды Божией некуда укрыться, как кроме под сень животворящего Креста Господня. Креста, на котором висит сам хозяин нашей жизни. Здесь принимает он, греховный человек, удостоверение, что ему нет прощения, пока он один стоит пред Богом со своими грехами и даже со слезами о них. Одно для него спасение в крестной смерти Господа нашего. На кресте рукописание всех грехов разодрано. И всякий из нас, кто принимает это с полной верою, делается причастным этого таинства. И нельзя по-другому назвать это таинство, как таинство помилования над грешниками. А созреванием этой веры созревает и уверенность, в помиловании. И вместе от рада, от чувства вступления в состояние помилования на все века. И нет времени уже для милости Божией. Животворящий Крест – это и есть источник нашей радости. Потому что грешник верою пьет из него от раду помилования. А в этом отношении он есть своего рода архангел, благовествующий радость. Вот почему мы и связали эти два события. Войдем, дорогие, в страдания Спасителя с крепкой верою. Войдем, зная, что Господь пришел ради нас и смерть принял на кресте для того, чтобы нас искупить Своею смертью и подарить нам воскресение жизни вечной. Аминь. 6 апреля в пятницу в православном календаре значится празднование в честь иконы Божьей Матери Тучная гора. 300 лет тому назад эта икона находилась в одном из мужских монастырей Твери и была подарена настоятелям Косьме Волчанинову в благодарность за хорошо исполненные работы в монастырском храме. Эта икона, как святыня, передавалась из поколения в поколение. Но один внук Косьмы вынес обветшавшую икону на чердак. Его невестка терпела много оскорблений от мужа его родных. В отчаянии женщина решила покончить жизнь самоубийством в пустой бане. На пути ей явился какой-то монах и сказал «Куда ты, несчастная, идешь? Воротись назад. Иди помолись Божьей Матери Тучной горе и будешь жить хорошо». Молодая женщина вернулась домой и рассказала все родным. Стали разыскивать монаха, но не нашли. Икону отыскали на чердаке, очистили от грязи и поставили в доме на почетном месте. Вечером был приглашен приходской священник. Он совершил перед иконой всеношное бдение, которое с тех пор совершалось в доме ежегодно в этот день. Более 150 лет икона находилась в семье Волчаниновых. Екатерина, дочь Василия, последнего из рода Волчаниновых, выйдя замуж, взяла к себе икону Божьей Матери как самое дорогое наследие. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя священник. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»